Добрый вечер, уважаемые друзья! Я приветствую вас в программе «Влияние». Тема, о которой мы будем говорить, она просто насущная, важная, она просто кричащая для многих из нас. И я верю, что вы сегодня останетесь неравнодушными после этого эфира. И у меня в студии гость из Украины, Сергей Гаврилов. Сергей, приветствую тебя. Ты как чувствуешь, можешь рассказать нашим телезрителям, кто ты, откуда ты и откуда Господь вообще тебя достал. Вот это будет ценным тоже материалом для наших людей, в том смысле, что, может быть, кто-то себя увидит и сделает правильный вывод своей жизни. Пожалуйста, Сергей. Ну, Гаврилов Сергей, 48 лет, родился в России, в Челябинске, и буквально в 6 лет с родителями приехали в Таджикистан, и почти 35 лет прожил в Таджикистане, в столице, в городе Душамбе. Вот, ну, жизнь без Бога, она, как всегда, ничего хорошего с раннего возраста. С 11-12 лет наркотики, начали легкие, у нас Афганистан рядом, этот трафик, он был давно, в последнее время особо активизировался, а буквально уже годам к 15-ти наркотики стали посерьезнее, начал колоться. 16 лет первая судимость, потом срок, потом второй срок. И когда я сидел третий раз в колонии строгого режима, я сидел в тюрьме из тюрьмы, вот, карцер. Сидел там, и было время почитать, разрешаю читать. Я любил читать всегда, прочитал очень много книг. И как-то я подумал, слушай, вот много говорят о Библии, а я тебя ни разу не читал, дай попробую. Вот, ну, попросил, мне принесли Библию, прочитал первый раз, и даже как-то обидно стало, не понял. Стал на себя злиться, как не понял. Простая книга, бабушки понимают, как ты не понял. Стал второй раз читать, и не заметил, как оказался в углу на коленях, просил у Бога прощения, просил его принять меня к себе. Особенно мне понравился рассказ о двух разбойниках. Вот, и я подумал, что человек, приговоренный к смертной казни, перед смертью, уверовав, попал в Царство Божие, я никого не убивал, я по сравнению с ним намного святее, значит, у меня есть больше шансов. Да, да, да. Вот, и так я покаялся в 2005 году. Ну, а заставило что, Библию искать или просить? Просто интерес. Просто интерес. Просто интерес. Да, о Боге и не думал. О Боге и не думал. Нет, просто интерес. Еще раз вижу, как это просто было чудо Божие. Он сам ко мне пришел. Как говорят, для Слова Божьего нет уз. Вот. И до 2000 года, с 95-го до 2000-го, до дня освобождения, я был в тюрьме, есть молительная комната, был там лидером, и со дня освобождения сразу вышел. То есть это после того, как уже ты познал Господа, узнал Бога, да? Там была особая какая-то комната молитвы. Да, да, да. Это был мой маленький монастырь. Вот. И я благодарен Богу за эти пять лет. Просто благодарен Богу. Знаете, я понял одну вещь. Трудные времена-лучшие времена. Со временем мы это понимаем. Трудные времена всегда являются лучшими временами. И вот я там научился и молиться, там я учился опознавать его через слово. Там я делал первые попытки проповедовать. И вот уже 11-й год в служении. Сначала пять лет служения было только в Азии, в Таджикистане. А потом, когда я женился в 2005 году, мы с супругой переехали в Молдову. Там учились в теологическом колледже. Благословенный колледж. Я думаю, один из лучших на территории СНГ. И последний год, уже второй год, мы находимся на Украине в городе Хмельницкий. Вот пока Господь ведет так. Ну как находимся? То есть живете там, да? Да, снимаем квартиру. Ну получается, что в течение года два-два с половиной-три месяца в Хмельницком, месяца два-два с половиной в Таджикистане, месяца полтора-два в Америке, месяца полтора-два в Германии. А на остальное уходит Россия, Украина, Белоруссия. Я думаю, что мы должны быть максималистами. Богу или все, или ничего. Знаете, есть белый цвет, есть черный. А есть серенький. Слияние одного и второго. Вот я не люблю посредственность. Посредственность – это лучше среди худших и худше среди лучших. Вот, поэтому я считаю, что девиз простой. Кто, если не мы, когда, если не сейчас, где, если не здесь. Кто, если не мы, это значит, если не мы, христиане. Кто, если не я. Да, где, если не сейчас. Где, если не здесь, когда, если не сейчас. А почему так, может, экспрессивно? Я как-то пообещал Господу, что буду последнее, любое мое служение проводить как последнее в жизни. И где-то у меня уже несколько лет так получается. Я любое служение провожу как последнее в жизни, независимо от количества, от аудитории. И все. И я думаю, это нормально. Сергей, это же много усилий надо. Ну, а как? А как служить Богу без усилий? Ну, а как так получается, что разные обстоятельства жизни, разные страны и вот всегда быть максималистом? Ну, а я не знаю, как иначе. А иначе и не стоит. Иначе и не стоит. Если делать, то делать. Да. Пожалуйста. И вчера я заметил так из проповеди твоей, что в этом, наверное, самую большую роль играет посвященная молитва Богу, да? Вот давай мы об этом поговорим. Почему так важно человеку вот эта молитвенная жизнь, состояние молитвенного перед Богом? Ну, я об этом сегодня буду касаться. В общем-то, Бог нас для этого и создал. Бог нас создал для общения с собою. Это смысл жизни человека на земле. А в вечности мы будем с ним общаться вечно. И получая сообщение с Богом, это не просто одно из важных, это единственное важное и главное христианское жизнь. Да, Сергей, я пользуюсь этим эфиром. Я бы хотел предоставить тебе эту возможность. Вот твоя камера. Ты можешь выразить все, что есть у тебя в сердце. Что Бог вкладывает в твое сердце в данный момент. Ты можешь поделиться с телезрителями. Я буду здесь присутствовать. Если какой-то будет вопрос, я буду тебе его задавать. А пока ты можешь, пожалуйста, вот твоя камера. Спасибо, Александр. Пожалуйста, да. Ну, есть жизнь, есть существование. И многие люди живут между тем, что было и между тем, что будет. В вакууме, хотя есть что-то, что есть сегодня. Прошлое, оно прошло. Не стоит много о нем думать. Будущее еще не наступило и может не наступить. Но всегда есть настоящее, всегда есть сегодня, всегда есть сейчас. А многие христиане живут между тем Христом, который был и между тем Христом, который грядет. Но я думаю, очень важен Христос, который есть сейчас здесь в нас и живет через нас. Мы, христиане, отлично знаем, где Он был 2000 лет назад и великолепно знаем, чем Он занимался 2000 лет назад. Но мы часто дилетанты в вопросе, где Он сегодня и чем Он занимается сегодня. Я думаю, это не менее важно, чем знать христианскую историю. Иисус Христос сказал, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. К сожалению, я вижу много верующих людей, которые живут не жизнью с избытком, а, увы, жизнью в убытке. Вот как раз вот эта фраза, о которой я хотел сначала сказать. Бог призвал нас жить жизнью с избытком, потому что Он есть избыток. Жизнь с избытком – это когда хватает тебе, и ты готов поделиться с другими, потому что тебе много. Жизнь с избытком – это когда всегда не хватает. И я всегда шучу, что у этих людей в молитве любимое имя Бога – Эль Шадай, потому что их и доносят – дай, 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 дай. А вообще жизнь – это величайший дар, и мы должны относиться к ней ответственно и бережно. Потому что если мы относимся к жизни неответственно, это заканчивается не в нашу пользу. Если мы будем ценить и уважать жизнь, она будет ценить нас. Если мы относимся к ней с презрением, она с таким же презрением просто нас на обочину выбросит. Две категории людей. Люди сильные, победители, люди слабые, проигравшие. Люди победители – это живущие с избытком, люди проигравшие, живущие в убытке. Чем они отличаются друг от друга? Вот именно своим отношением к жизни. Люди, живущие в убытке, проигравшие, их интересовал только один вопрос. Что я буду иметь от этой жизни? Их всегда они сказали, что я буду иметь от людей, от церкви, от Бога, что я буду иметь? А люди, живущие с избытком, люди победители, они другое спрашивали. Что эта жизнь будет иметь от меня? Что люди от меня будут иметь? Что будет от меня иметь церковь? Что будет от меня иметь Бог? Люди, которые пытались получить от жизни все. Они пытались, но жизнь их опередила. Жизнь забрала у них все, оставив их ни с чем. Таких людей было миллионы. Их имена никто не помнит, никто не знает. Люди, которые отдали жизни все, они получили от нее в 30, в 60 и в 100 крат. Их ценят, их любят, их помнят, их уважают. И история называет их героями. И я всегда призываю людей, давайте ценить жизнь. Давайте любить жизнь, и она ответит нам взаимностью. Я бы так хотел, чтобы меньше было проигравших, чтобы больше было победителей. Поэтому неважно, сколько лет ты прожил, и даже сколько сам себе даешь, куда важнее, что ты можешь, кто ты есть и как живешь. Жизнь по духу или жизнь по плоти? Жизнь или существование? Жизнь в пустыне 40 лет на одном месте вокруг одной горы или жизнь в Ханаане? Благословит нас Господь, чтобы мы ценили эту жизнь. Жизнь и в духе. Жизнь Христову, которая есть в каждом из нас. Вы знаете, жизнь в духе – это жизнь под водительством Святого Духа. Это не просто слова, это не теория, это реальность. И самая настоящая реальность. Давайте посмотрим на примере апостолов. Какие они были до того, как были исполнены Духа Святого и после этого. В первом случае это были люди, которые в страхе разбежались, которые предали своего учителя, которые отрекались от него, которые просто убежали. Прошло немного времени, прошло 50 дней, эти же самые люди пошли по всему лицу земли, проповедуя о Христе и погибая мученической смертью. Со словами, словословие на устах своих. В чем причина? Там была немощь человека, здесь была сила Бога. Рассказывают историю, а по-моему, в Стате Массачусетс жил был бедный индейец. И однажды на его земле нашли нефть. И понятно, в короткий момент он стал очень богатым человеком. И он стал возмещать все, что он потерял в жизни. Хороший дом, хорошая одежда. Он купил самый длинный лимузин в городе. И чтобы он был самый длинный, он запаску сделал не одно колесо, а четыре. Ехал спокойно, всем улыбался, со всеми здоровался, никого не пропускал. Спрашивал, как дела. И как ни странно, никогда не сделал ни одной аварии. А знаете почему? А перед его шикарным лимузином шли два коня, которые тащили этот лимузин. Автомеханики говорили, что с машиной было все в порядке. Надо просто было ее включать. Он не знал, как это делается. И вот, имея под капотом 200 лошадиных сил, он пользовался всего двумя. Это аллегория, что в нас живет Дух Святой. В нас много силы, но как часто мы пользуемся своими немощными. Поэтому благословит нас Господь понять, насколько это важно, жить в Духе. Да. Сергей, небольшое отступление. Что значит жить в Духе? Я к этому подхожу. Вы знаете, один из символов Святого Духа – это огонь. И вот где действует Дух Святой, там всегда пожар. В общем-то, все великие пожары начинались с маленького огонька. И Богу нужна спичка, то есть человек. Человек готовый. И Господь через него творит великое. Вы знаете, усердие не ослабевайте, духом пламеняйте. Господу служите. Один из таких золотых стихов Библии. Я не верю в служение Богу без пламенеющего Духа. Но я не верю в такое служение. Такие люди в усердии быстро ослабеют. Надолго их не хватит. И в служении, в общем-то, служение по плоти написано, что для разумного служения вашего, это 12 глава Римлян, оказывается, есть еще и неразумное служение получается. Есть такое. Вот неразумное это по плоти. А в Духе оно всегда разумное. Поэтому духом пламенея. Лучше сгореть в служении Богу, чем зарастим хом. Однозначно. Как-то я слышал песню Пугачевой. Слова красивые. Жить, гореть и не угасать. Жить, а не существовать. Думаю, ну, Алла Борисовна, прям проповедь сказала. Жить, гореть и не угасать. Жить, а не существовать. Благословит нас Господь. Иисус сказал, кто жаждет. Это не для всех. Сначала Он говорит, придите ко Мне все. Пришли. А теперь начинается особый отбор. А вот теперь из тех, кто пришел, кто жаждет. Вот тут иди ко Мне и пей. У того, кто верует в Меня, как сказано в Евангелии, из шрева потекут реки воды живой. И написано сие, говорил, о Духе, которого имели принять верующие, ибо не было еще на них Духа, потому что Иисус не был прославлен. То есть это не для всех. Только для тех, кто жаждет. Жизнь в Духе для тех, кто жаждет. Что такое жажда? Иллюстрация. В одном монастыре один молодой монах спрашивал игумена. Старец, ну объясни мне, дай мне понять слово жажда. Он долго за ним бегал, старец говорит, идем. Подвел его к бочке с водой, взял за волосы, сунул головой и держит. Вытаскивает тот такой, задыхается. Он его снова туда. Вытаскивает снова. Потом вытаскивает, чего ты больше всего хотел? Он говорит, дышать хотел больше, чем жить. Он говорит, вот это и есть жажда. Когда тебе нужен Бог, Дух Святой, больше, чем жизнь. Вот это вот и есть жажда. И вы знаете, что интересно? Бывает, какая-то есть сила в природе. Она есть годами, но люди ее не знают и не пользуются. Например, атомная энергия. Она всегда была, только в последнее время люди стали ее использовать. Вот так же вот было и с Духом Святым. Он был всегда, но только после Пятидесятницы люди могли эту силу использовать. Без Голгофы никогда бы не было Пятидесятницы. То есть, только узнав Иисуса, люди могут узнать Святого Духа. До Пятидесятницы Дух Святой был и действовал как сила. После Пятидесятницы Он стал действовать как Личность. Потому что Он есть живущий, воскресший в нас Господь Иисус Христос. Я бы так хотел, чтобы мы уловили, насколько это важно, жить в Духе. Римлянам, восьмая глава, с пятого стиха. Живущие по плоти о плотском помышляют. У них свои интересы. А живущие по духу о духовном. Свои интересы. Да. Помышления плотские – смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Плотские помышления – вражда против Бога. И Богу угодить Богу не покоряются, и закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но написано, вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. Почему это важно? Я однажды думал, думал, думал и понял. Во-первых, Дух Святой – это автор молитвы. Римлянам, восьмая двадцать шесть. Дух подкрепляет нас, немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно. Мы не знаем, о чем даже молиться как должно. Правильно. Но когда во мне молится Дух Святой через меня, то эта молитва достигает Отца. Я когда стою на колени, я говорю себе, что моя молитва могущественна и эффективна. Почему? Потому что во мне молится Дух Святой через Бога Сына к Богу Отцу. Такая молитва не может быть неэффективной. Такая молитва не может быть слабой. В чем разница? Вы знаете, когда люди молятся по Духу, для них самое главное в молитве – встретиться с Богом для того, чтобы узнать Его волю и исполнить. Для них главное – узнать волю Бога, чтобы ее исполнить. Люди, которые молятся по плоти, для них главное – что-то от Бога получить, что-то выпросить. И у многих христиан Бог как официант в ресторане, усердно исполняющий заказы, и еще обижаются, когда что-то долго не подает. У кого-то Бог как джин бутылки. Главное – прочитай правильное заклинание. То бишь во имя Иисуса Христа, и все исполнится. Нет, Он Бог суверенный. Люди, которые молятся по Духу, они ищут лица Божьего. Так и написано в Библии – ищите лица моего. Да не будет у тебя другие богов предлиться моим. От слова «лицо» происходит слово «личность». Людям нужен Бог как личность. Люди, которые молятся по плоти, им не нужно лицо Божие, им нужны руки Божьи. И вся молитва – делай, дай, защити, благослови, помоги, руки твои нужны, Бог, делай. До тебя времени нету, извини. Ну, понятно, этот слух не говорится, но молитва, она об этом кричит в небо. Она об этом вопит в небо. И вот я всегда подчеркиваю, что Бог нам дал молитву, чтобы она была руль нашей жизни, а мы ее превратили в запасное колесо. Когда авария, вспоминаем о Боге, поменяли колесо, и до другой аварии едем дальше. Очень классно сказано. Поэтому если молитва будет рулем, аварий будет меньше. Однозначно. Однозначно. Как мы с тобой уже говорили, если смысл моей жизни – общение с Богом, и цель моей жизни – общение с Богом, тогда главный грех, когда это для меня становится второстепенным. И вообще, на слово «грех» переводится с греческого «хамартия» – «не попасть в цель». Вот главный грех сегодняшнего христианства. Если отношение с Богом для тебя не десятка, если отношение с Богом для тебя не самое главное в жизни, ты не попал в цель. Хамартия – то есть грех. Однажды, когда я читал Библию, я готовил проповедь на тему молитвы Христа в Гефсимании. И помнишь, когда ученики спали, он их три раза будил. Один вопрос спрашивал. Неужели вы не можете один час бодрствовать? Один час бодрствовать. Неужели вы не можете один час подарить мне? И Бог меня спросил, а ты можешь час мне дать в день? Я говорю, Бог, проблем нету, конечно, могу. Это как случилось, когда это было? Когда я молился, я же, понимаешь, а для меня я не разделяю молитву и чтение Библии. Для меня это два в одном. Я почти всегда молюсь с открытой Библией, и когда читаю Библию, я всегда читаю молитвенно. Я эти вещи не разделяю. И вот, когда меня Бог спросил, можешь? Я говорю, могу. И знаешь, что я услышал? Если ты можешь один час в день посвятить мне, и не посвящаешь, причина одна – да ты не хочешь. Да ты не хочешь говорить всем, про кого проповедуешь красиво. Да тебе не о чем говорить с тем, про кого ты говоришь, твой Господь. Ты можешь говорить с компьютером часами, с телевизором часами, с друзьями часами, а с Богом в день три раза благослови эту пищу. То есть можно красиво проповедовать даже? Можно знать Библию, можно знать Библию наизусть, и никогда голос Божий не слышать. Иоанна 5 глава, 37 стих. Иисус говорит, а вы не голоса фарисеям, которые Библию знали наизусть, а вы не голоса моего Отца никогда не слышали, и лица его никогда не видели, и не имеете слова его, пребывающее в вас. Вы исследуете Писание. Вы хотите иметь через жизнь вечную, через них. Но ведь эти Писания говорят обо мне. А сегодня, что мы в Писаниях, вы исследуем методы, принципы, вычеркиваем, подчеркиваем, да Писания говорят о Христе. И он говорит, ну вы не хотите прийти ко мне. Вы ищите принципы, методы, пять шагов успешного бизнеса, четыре шага семейной жизни, семь шагов воспитания детей. Где Иисус? Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Оказывается, можно всю жизнь читать Библию, и никогда голос Божий не слышать. Но так говорит Иисус. Может кому-то это обидно, но так говорит Иисус. То есть цель церкви на самом деле на земле, она как бы смещена, да? Я всегда, я всегда говорю, вот, знаешь, почему ты сегодня здесь? Тебя утром Бог поднял. Он тебя поднял, чтобы с тобой поговорить. Вот мы все заряжаем сотовые телефоны, как без них? Вот этот вот телефон годами не заряженный. Годами не заряженный. Нас утром, каждое утро будет Бог, чтобы зарядить, чтобы дать силы, чтобы дать мудрости, чтобы наполнить любовью, чтобы в течение дня мы всегда были с Ним на связи. А люди с утра на другой бок ложатся, переворачиваются, заворачиваются, в последний момент встают, умываются, завтракают и на работу, на учебу, и даже на служение. Более того, я уже говорил, что автор Слова Божьего тоже Дух Святой. И написано в Писании Деяния 4, 25, когда проповедовал Петр, он говорил, Боже, ты устами отца нашего Давида сказал Духом Святым. И цитирует Писание, второй Псалом. Зачем метутся язычники? То есть Дух Святой, автор. И ты знаешь, когда ты читаешь Библию в Духе под водительством, ты получаешь Божие откровения. Когда читаешь по плоти, ты просто получаешь знание. Ну, знание, оно надмевает. Обычно так. Большие головасики с маленьким сердцем. А откровение Божье, оно будет назидать. Как важно читать Библию в Духе. Вот смотри на меня. О чем я сейчас подумал? Не знаю. Не знаешь. Пока я сам не скажу так. И написано 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Ибо кто из человеков знает то, что в человеке, кроме Духа, человеческого, живущего в нем? Вот так же и Божьего. Никто не знает, кроме Духа Божия. А Дух все проницает и глубины Божьи. То есть, если Дух Святой не откроет мне, что имел в виду Бог, когда говорил вот это, я просто буду догадками. А может так. А может так. А может так. Но когда открывает лично он, происходит другое. То есть, очень важно, откровение. Происходит другое. Личное откровение. Еще раз говорю, да. Знание, оно обычно несет гордость. Увы. Откровение, оно несет кротость. Кстати, такой небольшой нюанс, что я сегодня замечаю в жизни. Очень часто людей кротких называют гордыми, а гордецов называют кроткими. А ну-ка здесь разграничено. Разграничено. Объясняю. Пример Иисуса Христа. Молодой Равин, 30 лет. Проповедь в Капернауме, центральной цинагоге. Собрались все уважаемые старейщины, потому что слышали о чудесах. Им было интересно, что это такое, кто это. И вот он проповедует. Научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Как думаешь, что подумали эти... Молодой Равин, да? Что подумали эти умудренные опытом люди? Естественно, гордец. Откуда он взялся? Какой гордец. А ведь кротче Христа не было. Вопрос второй. Кто был кратчайший из всех людей на земле? Моисей. Моисей. В какой книге это написано? Числа. Кто написал книгу чисел? Моисей. Интересно. Интересно. То есть Моисей сам за себя. Да, Моисей сам за себя написал, что он кратчайший из всех людей. Какая гордость, Господи. Павел. Они апостолы. Впрочем, я больше всех потрудился. Павел. Это кроткие люди. В своем же послании пишут. Да, в своем же послании. И так же такое кротость. Кротость – это укращенная сила. Пример. Дикий мустанг в прерии. Сила не обузданная. Но когда его оседлали, когда его обуздали, та же самая лошадиная сила, но она под контролем. Она обуздана. Укращенный. Вот кроткий человек – это укращенный Богом. Человек, который знает свою силу и пользуется ей правильно. Человек, находящийся на воле Божьей. И очень часто гордецов, которые считают, что прав только он. Что есть только одно мнение – его мнение. И когда говоришь, брат, ты допускаешь хотя бы один процент ошибку? Нет, не допускаю. На уровень Бога ставит. И подает себя за кроткого. Как это о своей кротости я могу говорить часами. Хорошо. Более того, друзья, Дух Святой – тот, который производит плод в нашей жизни. Плод Святого Духа – это характер Иисуса Христа, который включает в себя любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание. И когда человек живет по Духу, в его жизни есть принятие других людей. Он может принимать людей такими, какие они есть, чтобы потом их выводить на уровень. И он может прощать людей. Когда человек живет по плоти, это эгоист, любящий себя любимого. В результате – гордость, зависть, жадность, сплетни. Смотришь, думаешь, Господи, а при чем здесь ты? Поэтому плод Святого Духа – это характер Христа. Это характер Иисуса Христа. И вот я всегда подчеркивал, что ветка, она сама плод не производит. Она просто его несет. А производит плод лоза. Это единственное, потому что яблок, не ветку, она будет расти. А лозу ветку отрежь, она погибнет. Иисус специально именно лозу дал пример. И вот все, что волнует ветку, это постоянно питаться соком лозы. И когда она это делает, она на себе несет плод, который производит лоза. Мы не можем произвести плод Святого Духа. Мы не можем в силу нашей греховности плодской. Но когда я питаюсь от Христа, наполнен Духом и в связи с Ним, Христос через Духа Святого производит плод, который я несу в своей жизни. По-другому не бывает. И вот для людей, живущих по Духу, для них главный характер. Те, кто воплотит, для них главная репутация. В чем разница? Репутация – это то, что думают обо мне люди. Характер – это то, что думает обо мне Бог. И некоторые люди придают большее значение имиджу или репутации, чем своему характеру. Вообще-то, репутацию определяет жизненные обстоятельства. Характер определяет истина, которой человек придерживается. Репутация – это то, чем считать у человека является. Характер – это то, что человек есть на самом деле. Репутация – это то, с чем мы приходим в новый коллектив. Характер – это то, что остается, когда мы уходим оттуда. Репутация формируется мгновенно. Хороший пиар, пожалуйста. Характер – на протяжении всей жизни человека. А репутации человека можно за час. Характер – и года не хватает, чтобы его познать. Репутация – как грибы после дождя растет. Характер пребывает во веки. Друзья, репутация – это то, что пишут о человеке на его надробном камне. Характер – это то, что говорят о человеке-ангелы перед троном Божьим. Я, конечно, понимаю, что репутация имеет большую ценность. И Соломон утверждал, что лучше иметь хорошее имя, чем несметные богатства. Но хорошая репутация представляет собой только отражение характера человека. И, как говорил благословенный Дуайт Муди, если я позабочусь о характере, репутация сама позаботится о себе. И я всегда подчеркиваю, главное – не что я имею, главное – кто я есть. Я знаю людей, которые много имеют, но никто не является. Главное – не что я от Бога получил. Главное – кем я стал, когда я это получил. Поэтому, когда мы приходим к Богу, вопрос о том, что мы имеем, уходит на второй план. На первый план выходит другой вопрос – кем мы являемся, кто я есть. И вот Дух Святой характериста производит нас. Момент следующий – Дух Святой наделяет нас дарами для служения. Таланты, дары – в чем разница? Ну, давайте будем говорить так, что таланты и дары – это все от Бога. Но таланты – это то, что есть у меня от рождения, а дары – то, что приходит, когда Дух Святой посещает меня и крестит. То есть дары распределяет Дух Святой как Ему угодно, не как я хочу. Как Ему угодно. Поэтому принцип служителя простой. Что имею, то даю. Ты никогда не дашь то, чего у тебя нет. Поэтому сначала узнай, что ты имеешь, а потом ты сможешь что-то дать. Сначала ты узнаешь свой дар, и потом ты войдешь в то служение, которое тебе приготовил Иисус. Окей, вот здесь момент. Как узнать то, что я имею? Вникай в себя и в учение. В учение вникаем. Так надо в себя еще вникать. Окей. Есть интересная история. Когда Бог создал землю, еще не было людей. Он в разные места земли, в недры земли, вложил разные полезные ископаемые. Там алмазы, там золото, там уголь, там нефть, там лес. Потом прошли годы, появились люди, появились государства. И вот в чем состоит сегодня мудрость правительства? Исследовать недры земли, добыть полезные ископаемые и пустить их в оборот. Те страны, которые этим занимаются, они процветают. Страны, которые этим не занимаются, аграрные страны отсталые страны третьего мира. То же самое и здесь. Мы еще были в животе у матери. В каждого Бог вложил какие-то свои полезные ископаемые, дары и таланты. И вот мудрость человека узнать и развить. Кто это делает? Господь ему скажет, хорошо, добрый, верный раб. В малом был верен. Дал талант и приумножил, вводи в радость. Кто до сих пор не знает свой дар-талант? Лукавый, ленивый раб, вышвинайте его вон. Жестко. Слова Иисуса Христа. Да, здесь смотри, сам человек должен взять на себя эту ответственность или кто-то ему должен помочь в этом? Ну, прежде всего, сам человек. А второе, для этого церкви есть служители, которые имеют опыт, которые обязаны направлять. Церковь – это не кладбище талантов. Это творческая лаборатория для их развития. Хорошо сказал. Так оно и должно быть. И для этого нужны служители, чтобы заметить дар человека и направить его. Вот 1 Коринфянам 12 глава, стихи 4, 5-6. Дары различны? Дух один и тот же. Служения различны? Господь один и тот же. Действия, то есть результаты различны? Ну, один и тот же Бог. То есть здесь дары, служения, результат. Здесь Дух Святой, Сын и Отец. Что я понял? Когда ты занимаешься служением, на которое тебя поставил Иисус, а не люди, и не ты сам туда залез, то Дух Святой даст тебе дар для этого служения, а Бог Отец через результат покажет всему миру. Посмотрите, человек на своем месте. Поэтому, чтобы узнать свое место, сначала узнай, что там у тебя внутри, вникай в себя. Найди свой дар, талант, и тебе легче будет найти свое служение, которое будет результативным. А Бог очень переживает за результат. То есть если Бог вложил дар, талант, то он обязательно позаботится о том, чтобы его вскрыть в тебе, правильно? Он это хочет. Но человек может закопать его, как тот лукавый и ленивый раб. Кстати, лукавый и ленивый, видишь, какая связь? Что такое лень, знаешь? Что такое лукавство? Это обоснование своей лени на основании Писания. Они мастера, они даже это могут. Обосновать свою лень на основании Писания. Но это лукавство. Вот в этом вопросе животный мир нам часто людям утирает нос. Вы знаете, в животном мире каждый знает свой дар. Корова знает свой дар молоко. Курица знает свой дар яйца. И ты хоть замолись, но не снесет тебе корова два яйца. Не получится. Это не ее дар, и она это понимает. А вот мы не понимаем. Брат, ты у нас будешь вот этим. Да ну не несет корова яйца. Сначала узнайте, что у него внутри, чтобы поставить его правильно. Сестра, ты будешь петь, да какая же она пивунья. Но курица же мед не даст. Сначала надо узнать, есть ли у нее это внутри. Вот животный мир в этом как-то в смышлении, чем мы люди. Есть чему поучиться. Еще одно, что важно о Духе Святом. Знаешь, он не только тот, кто дает силу. Он сам и есть сила. Когда мне Бог это открыл, это было потрясающе. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Друзья, когда я раньше думал, что Дух Святой дает просто силу, я молился, Боже, дай мне силу проповедовать, дай мне силу служить, дай мне силу делать это. Ты знаешь, конечно, Бог силу давал, но все равно все это делал я. И всегда было какое-то неудовлетворение. Я сейчас не молюсь, Господи, помоги мне сделать это. Я сейчас молюсь, Господи, помоги мне не мешать Тебе сделать это. Помоги мне не мешать Тебе сделать это во мне и через меня. Это намного лучше. Это намного лучше. Зачем нести служение в своей немощи, когда можно нести его в силе Божьей? Многие говорят, брат Сергей, ну Павел же сказал, когда я немощен, я силен. Тут надо понять, что имею в виду Павел. Павел говорил о немощи, а немощь это предел возможности человека. То есть, когда я сделал все, что я мог как человек, я ожидаю силы свыше. Очень классная мысль, да. Служение Иоанна Кресителя. Приготовить путь Господу. А Бог приходит приготовленным путем. Это не сидеть просто, я немощный, дай мне Бог силу. Это делать все, что ты можешь до изнеможения, до немощи. Вот тогда ты будешь силен. Тогда Бог приходит, да. Я когда помню, был в декабре детства Сакраменто, знаешь, было интересно. У меня обычно на воскресенье три служения. И я настраиваю себя уже на три служения. И вот первое, я же говорил, да, каждое как последнее. Но третье, оно особое, потому что ты знаешь, оно действительно сегодня последнее. И вот я выложился, все, сел. Знаешь, а у меня обычно после трех служений давление минимальное. 240 на 160. Да. У меня оно рабочее, где-то 170 на 120. А после служения оно вообще подскакивает. Это рабочий момент у меня. И мне нужно потом часа два, три прийти в себя, чтобы все это вот остыло потихоньку. И я вот такой вот сижу, думаю, ну слава Богу. Сейчас, думаю, брат Игорь, посадит машину, поедем, попьем чай, поговорим. И подходит пастор, говорит, послушай, там вот молодежь собралась, человек двести четырех церквей. С трех церквей. Пойди мне что-нибудь скажи. Ты знаешь, вот я иду, и не знаю, у меня такая праздник, не знаю, что говорить. Вот полная немощь. Говорю, Господи, я не знаю, что сейчас делать. Взял микрофон, начал говорить. Минута, вторая, третья, пятая. И тут Остапа понесло, да? Как в той книге. И ты знаешь, после этой проповеди у тебя есть силы пойти еще три сказать. То есть сила Божия приходит именно в этот момент. Никогда мы перед телевизором, с тарелкой борща, с галушкой, Бог, в немощь и дай силу. Нет, нет, нет. Когда ты Ему служишь. Вот это вот и есть та самая немощь благословенная, о которой говорил пастор. То есть всякое сверхъестественное приходит естественным путем. То есть я делаю все, что я могу, как человек. Своих естественных возможностей. Тогда Бог делает, да. Все, что может, как Он сверхъестественное. И по мере того, сколько вкладываю я, Он больше не вложит. Он больше не вложит. Поэтому если хотим, чтобы Он больше вкладывал, надо выкладываться. Еще одна очень важная вещь. Жизнь вечная – это, как ни странно, личное имя Святого Духа. Почему я имею жизнь вечную? Потому что во мне живет Дух Святой. А если нет Духа Святого? Нету вечной жизни. Как все просто. Как все просто. Друзья, знаешь, однажды я подумал, слушай, если я имею жизнь вечную, если я имею жизнь Бога, зачем я живу моей жизнью убогой? Зачем жизнью жить убогой, имея жизнь Бога? Зачем жить в убытке, имея жизнь с избытком? Многие так имеют жизнь вечную, что она будет там, то есть буду умирать, свою сбрасываю, эту беру и иду в небо. Иллюстрация. Еду на траки, смотрит по обочине человек, уставший, грязный, тяжелый рюкзак на плечах, почти падает. Жалко стало. Руку поднял, остановился, посадил. Еду, смотрю в зеркало. Мой человек стоит на кузове, с рюкзаком на спине. Сбрось! Он говорит, да ладно, ты меня как-нибудь довези, и спасибо и на этом. Это мой Господин. Шли со своими бременами, проблемами. Остановился Христос, взял на свой грузовик, везет Царство Божие, да скинь ты эту свою жизнь плавскую. Господь, ты меня главное довези, а я как-нибудь, вот, бочком, бочком, бочком. Удивляюсь. Вы знаете, друзья, жизнь Христова в нас, ведь это основа, ведь это основа. Христианской жизнью не может жить ни один человек на земле. Христианство – это Христос. И вот, когда Он живет во мне и через меня, а я Ему не мешаю, вот это христианство. А все остальное – театр. Под названием христианство. Христианство – это Христос, живущий в нас и через нас. Ты знаешь, женщины раньше делали закрутки. И сейчас делают странное ХСМВ. Так это. И вот там три операции. Первая – стерилизация. То есть банка должна быть очищена идеально, иначе она потом взорвется, если будет грязная. Это второе – наполнение. Огурцы, написал огурцы. Помидоры, помидоры. Варенье, варенье, сок, сок, компот, компот. И третье – закручиваешь, чтобы это не пропало. Ведь это спасение. Крест Голгоф и смерть Креста – что это? Стерилизация. Очистить эту банку от всякого греха, чтобы она была чиста. Этап второй – воскресение Христа. Наполнить нас собою. И третий этап – запечатление Духом Святым, чтобы это сохранилось до его пришествия. Ибо я знаю, начавший вас доброе дело будет совершать его до пришествия Христу. По-моему, мы что-то все попутали, нет? В смысле? Ну, я имею в виду, вот если взять вот эту аллегорию с закруткой, то мы, как христиане, все это перевернули. У нас знаешь, в чем проблема? Да, да, да. Мы весь смысл сделали на стерилизации. К сожалению, большая часть нашего преподавания и проповедования сводится к одному – заставить людей перестать грешить. Это вообще не является целью христианской жизни. Да. Цель христианской жизни – познание Иисуса Христа. Сияя жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и после того, Иисуса Христа, сия есть вечная жизнь. Друзья, когда мы познаем Христа, отпадает проблема с грехом. Через познание Бога. Да, вот смотри, я прихожу, жена моя банки стерилизует. Пять, пятнадцать, сорок, сто пятьдесят. Ты что делаешь, дорогая, банки стерилизую? А зачем? Ну, красиво же, много чистых банок. Но без наполнения теряет смысл стерилизация. Все наше очищение, освящение без наполнения жизнью Христа теряет смысл. Однозначно. Да. Глупо получается. Но, увы, это так. Ты знаешь, говорят, была одна нация, они ели хлеб из желудей. То есть, брали желуди, сушили, толокли, жарили. Но они не знали альтернативы. Так ели всегда. К ним приехал другой человек и сказал, ребята, как вы можете эту гадость съесть? Ты знаешь, они его чуть не побили. Как ты можешь наш хлеб называть гадостью? Он говорит, постойте, попробуйте это. И когда они вкусили настоящий хлеб, они сказали, вот он хлеб. И с тех пор они желудями кормят поросят. Истина. То, что раньше для них было нормой, когда попробовали настоящее, поняли для поросят это. Если человек грешит, откройте ему Христа, его благодать, его любовь, его принятие, его прощение, и он поймет, да для поросят же это. Но когда он не понял Христа, когда он им не наполнен, ему ничего еще не остается. Кто должен это сделать, Сергей? Кто должен показать? Я с тобой, что ли? Естественно, и мы. Естественно, люди, которые имеют этот опыт, должны об этом кричать, должны об этом говорить. Вот, естественно, каждый христианин должен знать. Великая тайна. Христос в вас, говорит Павел. Христос в вас. Он об этом много подчеркивает. Я бы так хотел, чтобы каждый христианин молился с раннего утра, Господи, дай мне помнить, что я это одежда, в которой живешь и ходишь ты. И дай мне сегодня в течение дня оставаться одеждою. Не быть мною, а одеждою, чтобы ты жил во мне и через меня. Вот представь сейчас звонок тебе. Ты берешь трубку, говоришь алло. Тебе говорят, Александр, вас беспокоит президент России Недведев. Ты говоришь, да, я слушаю. Он говорит, ты знаешь, Саша, у меня будет недельный визит в Америке и четыре дня я буду в Сакраменто. У меня тебе огромная личная просьба. Не мог бы ты свой автомобиль предоставить в мое распоряжение, чтобы ты сказал Медведеву? С удовольствием. С удовольствием. Пожалуйста, воспользуйся. Вопрос второй. Чем бы ты занимался до приезда Медведева? Понятно, не готовил бы. Или готовил, или даже новый купил, чтобы стыдно не было. Ты знаешь, когда бы Медведев уехал, ты бы так говорил, между прочим, да вот мой автомобиль, да так иногда Медведев катается, да что там говорить. Ты знаешь, а сейчас вопрос посерьезнее, сейчас вопрос ко всем. А сейчас к тебе обращается президент всех президентов, Господь Иисус Христос. И он говорит тебе, Саша, Сергей, Нина, Люба, у меня есть дела в Сакраменто. Там много погибающих людей. Готов ты предоставить в мое распоряжение твою машину? И знаешь, что интересно? Для Медведева мы говорим с удовольствием, не задумываясь. Когда то же самое слышим от Христа, у нас сразу пауза. Стоп. Что мне это будет стоить? И лихорадочно работают мозги. Нету сразу ответа, пауза и мозги работают. Вопрос второй. Для Медведева мы машину чистим или покупаем новую? У меня к тебе вопрос. Когда последний раз эта машина очищалась? Реальными слезами покаяния, очищения, освещения. Реальными слезами, чтобы Господь мог ездить в этой чистоте. А может, пора уже новую покупать? Об этом стоит задуматься. Друзья, жизнь в духе это основа. Но ты знаешь, где нет его проявлений, там жизнь по плоти. А это религия. Это всегда был жалкий заменитель суррогат веры. И там, где мертвая религия, люди чаще смотрят на часы, чем на проповедника. Иоанна 7,37. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это ключевой стих к пониманию того, почему в одной и той же церкви одни люди растут, а вторые перестали. Вот кто голоден по Богу, кто эту жажду имеет, они всегда будут расти. Они всегда будут расти. Меня потрясает Давид. Послушайте, он был пророк. И до конца жизни он сохранил эту жажду по Богу. Почитайте псалмы. «Боже, как лань потоком воды душа моя к Тебе. Боже, Ты, Бог мой, Тебе от ранней зарю ищу я. По Тебе томится душа моя в земле пустой, сохшей и безводной. Боже, рассвет предваряю словом Твоим встречаю». Все псалмы пропитаны жаждой. Может, поэтому он муж по сердцу Божьему. И Бог сегодня ищет жаждущих людей, жаждущих, голодных по нему. Как много сегодня тех, которые богаты, разбогатели, ни в чем не имеют нужды, насытились. Друзья мои, Павел пишет к Алинафианам, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали. Эти люди не ушли в церкви, но они потеряли самое главное. Дорогой мой, Бог сегодня ищет людей, готовых принимать от Него то, что Он им говорит, а не то, что им нравится слушать. Сегодня таких очень много, которые принимают только то, что им нравится, но Бог ищет тех, которые принимают то, что Он им говорит. Поэтому, кто имеет уши, тот всегда услышит, что говорит Дух Святой. Если ты действительно жаждешь Бога, я это увижу на твоем лице. если ты жаждешь Бога, ты будешь влиять на окружающих тебя людей, люди будут меняться там, где ты. Если ты жаждешь Бога, ты всегда будешь в центре событий, которые происходят в церкви. Ты всегда будешь в центре этих событий. А жизнь по плоти носишь имя, будто жив, но давно уже мертв. А жизнь по плоти не горячей, не холодной, теплой. Теплота. Теплота – это равнодушие. Это самоудовлетворение. Это нежелание изменить ситуацию. Первое время ты что-то пытался, было стыдно, что-то, а потом как-то так засосало. Уже не пытаешься. Уже просто по течению. Мне одна маленькая девочка сказала, брат Сергей, запиши одну фразу, тебя на приближение проповеди. Я говорю, говори, Анютка. Она говорит, пиши, совесть как хомячок. Я говорю, дальше, или грызет, или спит одно из двух. Красиво. Поэтому пусть лучше грызет, чем сбит. Пусть лучше грызет, чем спит. Но люди, которые живут по духу, в том же откровении 2.19 написано, знаю твою любовь, верность, служение, терпение, и что последние твои дела больше, нежели первые. Вы знаете, последние два года это стало моим девизом. Последние дела должны быть больше, нежели первые. Ты должен сегодня молиться больше, чем вчера, знать Бога глубже, чем вчера, служить Ему больше, чем вчера, жертвовать Ему больше, чем вчера, если ты идешь в небо и живешь в духе. Но когда у тебя ностальгия, когда у тебя все хорошее было там, а сегодня ничего, ты просто расписываешься своей несостоятельности. Ты просто говоришь всем, что ты пошел в другую сторону, и это жизнь по плоти. Где исполнение духом святым, там обязательно свидетельство. Покажите мне одно место в Писании, чтобы было исполнение духом и не было свидетельства. Вы такого места не найдете. Всегда есть действие. вы примете силу, когда когда царет на вас дух святой и будете несвидетелями. Как ни странно, мы все считаем себя наполненными духом. И у меня вопрос, а где сила? А где сила? Где эта сила, с которой апостолы шли и перевернули весь мир без интернета, без самолета, без телевидения, без радио, без ничего силой духа святого. Момент другой. Для чего нужна сила? Для свидетельства. И вы знаете, в Новом Завете слово свидетель имеет перевод мартирус. Тут два смысла. Первый смысл свидетель, второй смысл мученик. И все апостолы получили эту силу, шли свидетельствовать до мученической смерти. Это реально нужна сила. По плоти не потянешь. Мы должны быть благовестниками. К сожалению, сегодня очень много людей я бы их назвал худовестниками. О благих новостях молчат, но худые новости с удовольствием рассказывают. Город, работает пастор, работает 15 лет, и растет церковь, есть молодежь, все молчат. И вдруг пастор упал. Вечером весь СНГ знает в селах все заговорили. Худовестие. Худовестие. Меня знаете, что удивляет? Я покаялся в тюрьме. А в тюрьме ты отвечаешь за свои слова. Если ты в тюрьме один раз не так слово сказал, до конца своей жизни ты никто сидишь в уголочке. Кто вырос на улицах, улица тоже жестоко учила отвечать за язык. Но вот люди, которые выросли в церкви, как-то вот никто их не учил. Что это наказуемое дело? Что за язык надо отвечать? И как-то вот много людей языком расхаживают по всей земле. А ведь по идее наш Бог это тот, который отвечает за каждое своего слова. А настоящие дети они похожи на своего отца. И я предлагаю сегодня пасторам. У нас есть реп-центр для алкоголиков, для наркоманов. Давайте откроем реп-центр для сплетников. Это же великолепно. Понимаешь, наркоман, алкоголик, он же себе вредит, бедолага. А сплетник, он же церковь разрушает. Он же церствие Божье рушит. Давайте их на остров необитаемый сделаем обрезание языка, как положено по-библейски, и пусть люди воспитываются. Шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Я бы за это ставил на замечание и отлучал пастора. За клевету. Потому что диаболус переводится клеветник. За сплетни я бы ставил на замечание и отлучал. Это очень правильно. Это очень правильно. Вы знаете, друзья мои, мне нравится послание к евреям, 11 глава, она о героях веры. Туда вошли все люди, которые своей верой Бога впечатлили. Это галерея Божьих героев. И я верю, что она сороковым стихом не кончается. Я верю, что она в небе сегодня продолжает и пишется. И моя мечта попасть в эту небесную главу, послание к евреям. Жить так, чтобы хоть как-то Господа впечатлить. Написано 16 стих евреям 11. Эти люди, живущие по духу, они стремились к лучшему, к небесному. И Бог не стыдится называть себя их именем. Послушай, Богу не стыдно сказать, я Бог Авраама, Исаака, Якова, Павла, Петра. Я молюсь, чтобы Богу не стыдно было сказать, я Бог Сергея. Друзья, они в усердии не ослабели, они духом пламенели, они Господу служили. И Бог не стыдится, а за меня не стыдно ли будет ему за мой огонь служения, за мою молитвенную жизнь, за моё отношение к людям, за мой характер, за мой духовный дар. Неуважительное отношение к дару, это неуважительное отношение к Богу, который дал нам этот дар. Не стыдно ли будет Богу за меня? Перед тем, как я помолюсь с вами и за многих из вас, задам вопросы. Итак, Дух Святой автор молитвы. И вопрос Господа к тебе, ты можешь один час в день посвятить меня? Или не хочешь? Или у тебя вся молитвенная жизнь, завтрак, обед, ужин, или только тогда, когда какая-то катастрофа? Когда ты последний раз, читая Библию, получил откровение от Бога, не от людей? Дорогой мой, меняется ли твой характер? Если он меняется, первое заметит жена, дети и люди в церкви. Дорогой мой, знаешь ли ты свой дар и талант, и служишь ли им? Живет ли Христос в тебе и через тебя? Ты живешь сегодня по духу или по плоти, в убытке или с избытком? И последнее, когда Дух Святой угошен, огорчен, оскорблен, нету радости, нету жажды, депрессия, скука, тоска, опустившиеся руки, и Дух Святой, автор покаяния, он пришел, чтобы обличить. Истина Божия всегда ранит, она сначала делает больно, но потом исцеляет и благословляет. Я хочу помолиться, я хочу помолиться с тобой из-за тебя. И если ты имеешь уши, и что тебе Бог сказал, Дух Святой обличил тебя, ты можешь встать на колени, ты можешь сказать, Господи, прости меня, Господи, я хочу гореть, я не хочу быть теплым. Друзья мои, послушайте, Бог зовет только тех, кто жаждет. И ты знаешь, чем ты ближе к свету, тем ты больше видишь грязи, чем дальше от света, в темноте все кажется чистым. Не стыдно каяться, стыдно другое. Не стыдно каяться, стыдно не исполнять волю Божью. Не стыдно каяться, стыдно не знать Бога. Не стыдно каяться, стыдно быть запасным Его команде. Отец Небесный, я благодарен Тебе за то, что через Иисуса Христа Духом Святым мы имеем жизнь вечную. Господи, мы идем сегодня в атаку на жизнь по плоти, на лень, на грех, на похоть, на гордость. Господи, прости всякое свое. Ты даешь Духа Святого повинующимся Тебе. Благослови, Господь, народ Твой. И если, Господи, эту программу слушал кто-то, кто еще не имеет Тебя в своем сердце, Дух Святой, коснись этого человека. Покажи ему красоту Христа. Покажи ему спасение. Пусть он станет лицом к Богу и повернется спиной к дьяволу и ко греху. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok